Ваша тема называется «Антиформация к коллекции и алгебре» по статье Ерштейнхабера. Ну, в общем, тема довольно сложная. Пытался разобраться, ничего понял, но здесь больше какая-то теоретическая часть, что я. Ну, ладно. Значит, пусть у нас, а это какая-то ассоциативная алгебра над полем, и маленькая. Ну, В – это объективная пространство этой алгебры. Через А большое обозначим кольцо цеплянных рядов, трудно-переменный. А через К большое, значит, это поле частных этого кольца. И через ВК будет обозначаться пространство, полученное из В, расширением коэффициентов из маленького ВК. Большого. Ну, то есть, в общем, так, как называемое произведение В и К. Ну, это особой роли дальше не играет, это просто авторы. В общем, максимально общую теорию строят. Значит, дальше… Я сейчас не понял, это вот две квадратные скобки, это такое скобки. Чем отличается сейчас это и это? Ну, это кольцо степенных рядов. Если… Ну, в принципе, это одно переменное. Что такое кольцо степенных рядов? Ну, тогда… Ну, это, в принципе, понятная вещь. Можно напомнить. Повар… Ну, да, еще по-другому называется кольцо формальных рядов. Или просто… В общем, формальный ряд, да… Ну, я думаю, это и… Ну, типа ряды ОРАНа там… Вот есть формальные спины ряды, это такая штука. Это под полиномом. Ну, и, естественно, там кольцо таких рядов. А с обычной скобкой что тогда? А… Поле частных. Того кольца. В чем разница? Ну… Он берется сначала кольцо, по ним потом становится более честно… По-моему, у старого есть даже этот дроп полиномов, да? Ну… 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 То есть, вот когда у нас есть какое-то кольцо, да… Ну, пускай это будет кольцо, то по нему можно построить более честно. Да. Ладно, это дальше чтобы не используется, ну, как бы… Ну, что здесь вот основное, то есть, берется какая-то перенейная функция, ну, в частности, это может быть умножение в алгебре. И, собственно, объединенная функция на этом постановке В, да, она расширяется до объединения функции на этом постановке ВК. Ну, в итоге кто-нибудь понял, в чем различаются квадратные скобочки от круга скобочек? Это же принципиальный момент-то с самого начала. Да, вот у нас было поле К, маленький К, да? Да. Поэтому он построил кольцо Р, просто полиномов. Типа обычный полиномы. Потом с помощью этих полиномов построен поличастный. То есть, здесь не только полиномы, здесь дроби тоже есть. То есть, все элементы АТ на БТ тоже здесь есть, в большой К. А у нас же вот этот маленький К был векторное пространство над полем маленьким. Вот это В было векторное пространство в маленькой К. Теперь рассматривается векторное пространство на большой К. Типа тот же самый объект, но расширяется на большой К. Это обозначается здесь в индексе К. Здесь В дробный част, К это обычный полином, да? Большой К. Какой К? Это... А, нет, это... Это уже поле, большой К уже поле уже. Да. А вот это R, большой R, это концов, не поле. Здесь уже рассматривается векторное пространство над большой К, а обозначается через В индекс К. Ну вот, хочешь я, чем квадратные скобочки от круглых отличаются в итоге? Не поняла. Уже несколько раз читаю, не поняла. А вот Азамат, чем квадратные скобочки от круглых отличаются? Ну, как сейчас, как я объяснил, я так понял, что КТ это поле, типа обычных полиномов, а в КТ там есть дроби тоже. Ну, только не поле, а кольцо полиномов. А, кольцо полиномов, да. Так вот, R там какие степени у этого порождающего есть? Только положительные или целые? Первые положительные. Полиномов. Если цели будет, тогда как поле? Да? Когда рождающие целы, если минус порождающий есть, тогда поле появляется или нет? Ну, уж определение поля, наверное, надо знать в этом возрасте. Ладно. В общем, основной момент, который кто-то понял или нет. Вот R, это кольцо, поверс, как это поверс? Кольцо степенных рядов. Кольцо степенных рядов. Окей. Там, значит, какие элементы? Типа там X, X-квадрат, X-куб, там… Да, X-кубиняная комбинация, да. Полином. Полином. Да. Полином. Все. И почему тогда не называется полином? Кольцо полиномов. Почему кольцо степенных рядов? Ну, это скорость-то чего там. Ну, я хочу только сказать, что тогда еще полиномы не изобрели. Нет, мне кажется, просто… Да, да. Там степени… Это… Т… Это там… Имеется в виду. Поверсерс. А Т в минус первое, Т в минус второе, там есть? Нет. Нет. А может, есть? А сейчас… Большой К. Большой К. Ну, нет, не большой К. Потому что в большом К, например, может быть такой элемент 1 разделить на X плюс 1. Да. То, что я говорю, там нет такого элемента. Нет. Он имеет в виду, что такие элементы лежат в большом К. Какие элементы? Т степень минус – это минус. Т степень минус. Нет. Нет. Но то, что R лежит внутри большого К, я думаю, это очевидно для всех. Ну, да, да, да. Еще много есть. Что такое R, я хочу понять. То есть, я хочу вам поставить под сомнение вопрос следующий. В R лежат только А, вот, только степени положительные у Т или также еще отрицательные там лежат? Нет, положительные. А почему там отрицательных-то нет? Если положительные, во-первых, мы знаем, что как кольцо полиномов означается, да? Там, во-первых, скобочки не две, а одна скобочка. Да, по одному должно быть. И я думаю, что 60 лет назад, когда вот статью эту изобрели, уже кольцо полиномов изобрели. Потому что кольцо полиномов однозначно изобрели раньше, чем вот эту штуку, которую нам показывают. Потому что, ну, даже по логике поставить одну скобочку, это намного раньше можно поставить, чем две скобочки изобрести. Да. Думаю, что там и Т степень минус один лежит, да? Ну, вот здесь как бы есть определение кольца полиномов. Вот кольцо полиномов. Вот одна скобочка заметили, да? Да. Идет дальше. Идет дальше в формальностепенных рядов. Мне кажется, отличие в том, что формальностепенной ряд… У полиномов всегда есть старшая степень. А формальностепенной ряд может… Там плюсы, многоточки. Может тянуться, да? Может тянуться, да? Да. В этом отличие. Ну, и на самом деле, если вы возьмете X в минус первой степени, да, то у него же есть разложение в ряд Тейлора. Да, в ряд Тейлора есть разложение, да. И вот такой же вид им будет иметь до бесконечности. И X в любой отрицательной степени, если взять, он также раскладывается вот такой бесконечный полином. Да. Ну, то есть вот то R, которое он представил в презентации, да, оно существенно шире, чем кольцо полинома, по которому все пытались думать. Ну, ладно, значит, фиксируем, что это бесконечная сумма. А он первый это сделал или, ну, просто мы тут наткнулись на это? Кто он? Герстенхаппер. Герстенхаппер или Андре? Герстенхаппер. Ну, нет, конечно. Окей. Потому что целую статью можно написать про определение этого, ну, в те времена бы целую статью написали про определение этого объекта, который мозг расширяет существенно. Ну, давай дальше, Андрей. Так. Ну, что дальше? Ну, здесь рассматриваются, значит, двинейные функции, да, в частности, это может быть помножение в алгебре. Берется, значит, двинейная функция на квадратности V, она может быть расширена до двинейной функции над полем K большая. То есть, этих более частных степенных рядов формальных. Ну, и, не знаю, что это означает, ну, правда. Ну, в общем, тоже, как бы, считается, что эти функции поделены над полем K маленькая. Ну, и дальше, значит, предположим, что задумана некоторая двинейная функция. Ну, как расширяется вот эта двинейная форма F, которая определено V, 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 потом надо определить V, 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 как это расширяется вообще? Да, я так понимаю, что, поскольку оно входит в VK, то есть, в смысле, на пространство V вкладывается в VK. Да. Я думаю, если вместо V берем какой-то алгебры, да? Ну, здесь не обязательно в векторную пространство. Потому что здесь векторная пространство расширяется. И потом линейная форма векторного пространства тоже расширяется. Ну, просто коэффициенты теперь могут быть не только V. Это линейная форма или линейная отображение? А, линейная функция, линейная отображение. То есть, и V, V, V. Ну, то есть, в таком виде. А, V, V, A, T, V, 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 V. Оператор еще не был. ВК, ВК. Я думаю, это равенство 1, это тоже расширение. Это уже другой вещь. Мы еще не дошли до этого. Это уже другой вещь. Просто надо понять. Вот если F определенного V, и вот can be extended. Вот это слово. Как can be extended? Я задал вопрос. Можно быть расширенным. У нас деление на функцию задано каким-то сравнением. Да. Там просто можно коэффициенты брать, ну, сами элементы брать из этого большого поля. Просто коэффициенты из этого, да? Ну да. То есть раньше коэффициенты из маленького ВК было, а потом коэффициенты из большого ВК. да? Вот это линейность. Попальняется, да? Ну да. Сенсивно. Попеременные. Ну да. Ну нет. Ну нет. Это было не очень понятно, но зачем берет именно такие отображения, осматривает над этим полем. В принципе особо вроде не играет. Так. Предположим, что есть какая-то линейная функция Ft, что может быть представлена в таком виде. Ft от АВ равно АВ плюс Т в один АВ плюс Т квадрат АВ и так далее. Где F и Т большое – это линейные функции, определенные над полем К маленькая. Ну, при этом, ну, как бы здесь для удобства просто положено… Ну, можно было бы написать F0 от АВ. Ну, по определению оно равно просто АВ. То есть произведению, ну, или умножению в этой алгебре. Да. Ну да. Ну, вообще, значит, предположили. Дальше здесь вот, конечно, автор рассматривает некоторые же конкретные алгебры. Он, ну, акцент делается на ассоциативных алгебрах, также приводит пример для алгебры D. В целом они могут, вот эта теория может быть для других типов алгебра рассмотрена. Но для простоты здесь все больше сделано для ассоциативных алгебр. Значит, предположим, что Т, эту линейную функцию, является ассоциативной, то есть выполняется это равенство. И дальше, ну, через АТ, значит, обозначается алгебра, да, которая, ну, определенная у нас на контактности ВК с умножением ФТС. И такое умножение можно рассматривать как диаметр элемента однопериметрического семейства деформаций алгебры. А. Ну, я не стал переводить, потому что, как бы, на русском переводе как общий элемент, но это не совсем, как бы, может, корректно, поэтому пускай будет просто генерик. Ну, и здесь, как бы, что основное, это понимание того, что такое деформация алгебры А. Ну, то есть это, по сути, алгебры ФТ, да, получаемые уже с таким умножением, да, ну, является деформацией и исходной алгебры ФТС. А. Вот как-то так. минимальные деформации, ну, в смысле это особо никак не переводится, или дифференцирование семейства, этого семейства. это есть, ну, бельминейная функция f, 1 большая. рассматриваем как функция, ну, как бельминейная функция В. Ну, сейчас, как-то ты не давал определения, люди не поняли, что такое инфицирование деформации алгебры. О. А, вроде, было же определение в предыдущей статье. Я вот здесь понял, вернись, пожалуйста, второй. Что я здесь понял? Вот у нас есть алгебра А, да? Это вот, что такое алгебра? Векторное пространство с каким-то умножением. А это векторное пространство В с обычным умножением, который определен над полем К. Или вот здесь тоже можно было просто В подставить вместо А. Теперь он определяет другое поле, которое большое К. Большой К. И определяет пространство ВК. Большой. Вот это В, индекс К. Дальше он определяет именно В, пространство В с индексом К умножения, которое обозначено через ФТ, который задается с формулой 1. Теперь следующая страница. ФТ значит зависит от параметра Т, да? Да. И я как понял, ФТ должен удовлетворять условие 2, так как у нас ассоциативная же была алгебра. Поэтому ассоциативность требуется для нового ФТ. И говорят, что векторная пространство ВК, В с индексом К, со умножением вот этого ФТ, называется инфидизимал деформирование алгебра А. Правильно? Правильно? А зачем тогда там family написано? Что? Какое есть симметр? Какое family? Что? Не поняли. Инфидизимал деформирование алгебра А. Что это? Какое family это? А. Вы сказали, что это алгебра. Что за family? Family? Вот здесь не точно F1, FI должно быть, Андрей, наверное. Да нет, почему? Это именно F1 же. У тебя есть как бы деформация, а есть инфидизимальная деформация. А. Вот это F1 инфидизимальная деформация, да? Ну, то есть, вот что такое of this family? А. Из этой family, вот это F1 называется инфидизимальная деформация. Да. Вот this family, это вот эти FI как раз твои, да? А вот инфидизимальная деформация этого семейства FI, ну, F большой, да? Вот это F1. Да, F1 называется инфидизимальная деформация. А вот это C или F2, что, алгебра, алгебра АТ, которая является векторным пространством ВК с умножением F2, называется one parameter family of deformations of A. F2. Я, кстати, напомню, что Аброр как-то опубликовал статью про инфидизимальные деформации, и он вообще-то специалист, в отличие от остальных участников нашего мероприятия. Поэтому я пытался объяснить. Да. 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 То, что F1 назвали инфидизимальная деформация, F2 называется другом, F3 называется другом, да? Да. 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 Это просто F1 – это важная информация, поэтому для нее свое название есть, для остальных просто название не нужно проводить. Это уже третье, уже другое определение, правильно? Третье. Что значит другое определение? Да. Другое условие. Другое условие. Другое условие. Третье? Там второе, второе, там T одинаковые, везде. Третье, вот, например, lambda mu, мы выбираем каждый раз. Во-первых, F маленькое и F большое, как ты заметил. Да. На самом деле, Джаббер – 2, эквивалентно на 3, он говорит. Да. И как-то… Как получается? Из 2… Из первых, покажите Андре, пожалуйста. Первое. Ты F большое, F маленькое, как странно видишь. Вот, это первое. Вместо F2 поставишь то, что есть, второе равенство. Да. Раз, потом. Соответственно. Третье. У нас должен быть двойной суммы. Да. Да. Двойной суммы. Получается равенство 3. Да, понял. Понял. Теперь понял. И вот как раз тут в третьем видишь, почему lambda плюс mu равно v, да? Да. Двойной суммы. Да, вот. Двойной суммы, да. Перемножение идет. Типа там t в степени lambda и t в степени mu. Да. Перемножение стало t в степени lambda плюс mu. То есть, на самом деле, вот это третье, это как бы из второго как получается. Получается огромный поленом, да, где в степени t в степени lambda плюс mu. И вот каждый коэффициент у этого поленома типа равен нулю. Вот. Ты берешь коэффициенты и они из больших m конструируются. Так? Угу. Да. Ну да. Уже объяснили, значит, условие 2. Такого нет. Вот этому условию. Ну и тут, кстати, да, легко видеть, что вот мы стартовали с ассоциативной алгебры, получили условия для ассоциативных деформаций, да. А если стартовать вот с алгебры Левница, да, то что-то примерно похожее. Да. А пока аналогия прослеживается. Ничего такого эзотического в ассоциативности не находим. Хорошо. Ну, значит, для равных nu, значит, это должно подняться. Для неу равной нулю в важных случаях. Это ассоциативности исходного умножения в нашей алгебре. Для неу равной единицы условия 3 принимают такой вид. Ну и здесь как бы дается отсылка на теорию… Что там? Типа это… Типа это третий, это тоже панел, да, который зависит Т, да. Реально? Да. Если мне неу равной ноль, это… Т степени ноль, да, значит. Да. Это равной ноль, значит, каждый кэрфистин без кэрфистин должен быть ноль. Поэтому 3-3адим мы возьмем, да? Не понял вопрос. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, Хоган. Это 3-1 не панелон. Нет. У нас это панелон. Независимый. Да. Угу. Это 3-1 интерпретает, как выглядит эта третья форма для неу равной единицы. Я интерпретил. А, вы и неу это. Да. Я интерпретил. Это формула? Да. Где неу, конкретно, неу равна единице. Да. Неу равна единице. Это что? Это либо лямда равна ноль, ми равна один, либо наоборот. Наоборот. Лямда равна один, ми равна ноль. Поэтому вот четыре слагаемых получается у него. Там же два же. Сначала вместо ламда ноль, ми равна единице поставим. Два элемента получается. Потом наоборот еще два получается. Всего четыре слагаемых. Понимаете? Правильно. Но это когда неу равна единице, 3 и 3 и 1 это одна и та же формула. Да. 3 и 1 это именно тот случай, когда из 3 получается вместо неу поставим единицу. Единица. Понятно. Дальше. Дальше. Дальше здесь это отсылка к теории ОК. Холшинт. Да. И здесь, в общем, какая-то связь между этими деформациями и гагомологиями. Техологиями. Ну и в этих терминах F1 это элемент группы Z2. Ну, поциклы. Ладно. Дальше. Надеюсь, что то же самое для случая, если А это аогиброли. Ну, уберите вот это красные линии. Ну, и аналогично предыдущему, на том случае, для, ну, для аогиброли. И это условие по аналогии С3, да, может быть записано, ну, то есть условие через большие F. А, тут еще образом. Можно вопрос здесь. А если А какой-то альгебра и условие возьмем как на другое умножение? Пусть у нас ассатина, а условие берем как альгебра ли, тогда ли деформация будет и ли альгебра появляется, да? Нет, нет. Понятно ли? Другая деформация. Теперь, если А является альгебра ли, аналогично определяется деформация для альгебры ли. А если другая альгебра, то же самое определяется деформация для этих альгебр. Он сейчас не определяет ли деформация для ассатинах алгебр, он определяет ли деформация для альгебрав ли. А можно? Вообще это можно. Другая альгебра и другая деформация. а когда другая будет до такого неопределенно короче тут следующий момент у тебя есть алгебра да она задана каким-то набором полиномиальных тоже ты можешь определить деформации в другом многообразии алгебр другое многообразие алгебр задано тоже набором полиномиальных тоже но второй набор должен быть расширением твоего первого набора до ассоциативной алгебры ты можешь определить ассоциативные деформации альтернативные правосимметрические лет миссию формации да 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 если ты стартуешь с алгебры ли ты можешь определить ливы лебницевые терминальные мальцевские мальцевские да вот именно чтобы было расширение обобщение твоего многообразия исходного ты берешь алгебру матрицы начали да ты же можешь рассматривать как ассоциативную алгебры в то же время не нужно альтернативно из более широкого многообразия а в своем случае ассоциативные или вы они не являются одно расширением другого то есть они имеют пересечения ну можно сказать даже нетривиальное пересечения много алгебру в этом пересечении лежит но этого недостаточно то есть надо чтобы одно многообразие именно внутри другого было именно в том именно то включение должно быть что вот второе больше первого то есть стартуешь маленького по многообразия и расширяешь большое вот так это ответ на вопросы или вопрос был в другом понятно я вопрос был именно таким таким таком да понятно значит получите поле часа большие в случае если я не равно нулю от этого выражения полагать что а алгебра ли ну то есть следует что для него следует просто условия тоже листва алгебры ли да для него равна единица получается следующий ну и здесь опять ссылка к томологиям значит если f1 осматривать как элемента группы теперь по цепей ситу тогда получается что вот это написано а а а а равно минус это 1 и следовательно 1 это 2 цикл это минус дельта минус дельта f1 это просто обозначение или какой-то функция это обозначение почему тут минус не очень понятно может не минус а тире просто тире было просто там дельта f1 обозначение или функция какой-то именно дельта f1 ты спрашиваешь да но f1 это что это билинер функции до 3 линейные функции получается именно дельта это отображение из n линейных функций n плюс 1 линейные функции это это все это выражение мы обозначаем через дельта f1 да 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 но в этом случае это обозначает через дельта f1 область а в этом случае у меня один вопрос пусть мю равна 0 это обычная точка алгебры ли да здесь мю равна 1 это 2k цикл да да а если мю равна 2 что мы получим это вражение будет да где-то это и или нет но дело в том что если f1 равно нулю если f1 у нас равно нулю тогда относительно f2 получается тоже самое равенство то есть f2 будет вторым группам к циклам если f1 нулю то есть первые нервы и фиди будет именно вторым группам к циклам такое есть но если f1 отлично от нуля уже f2 уже зави который зависит от и f1 ну не знаю их не очень так мне кажется не изучили это тоже деформация будет да но это это элементы формации это элементы формации типа потому что ванде деформация в общем случае определили the element is one generated deformation понятно если а это ассоциативная алгебра или алгебра d призвольный элемент f1 в группе цикла z2 не обязательно является дефицитированием одна алимбирская семейство деформации однако если это так тогда f1 называется интегрируемым мне кажется никого не планирует это определение по моему повтори пожалуйста ну сначала вот это слайдер финансирование начала пятого слайда да это дифференциал значит создана алгебра ли кольцо в общем случае да кольцо ассоциативное либо кольцо ли значит некоторые призвольные элементы f1 в группе к циклу z2 в общем случае не является дифференциалом однопаринтического семейства деформации алгебры а ну что это значит поняли или нет получим например ну так это связано с предыдущим да это сказал что f1 это у тебя дифференциал всегда по определению да и не тут у тебя проблема в том что у тебя раньше была алгебра осталось теперь кольцо да 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 если так то мы называем интегрируем да ну да ну да интегрируем я пытаюсь понять где здесь вот разница между алгеброй кольцом просто если кольцо от алгебры в данном случае отличается то непонятно почему отличается то есть для алгебры он там что-то определил сказал дифференциалов вот этот f1 почему в кольце это по-другому никаких больше определений нету для именно для кольца специфических нет просто там говорил типа алгебра 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 говорит а теперь а вот теперь кольцо и это не так может он на какие-то другие статьи про кольца ссылался или чё да нет есть текст я вообще не понимаю что происходит хотя тут один абзац пропустил то есть ты пропустил какой-то важный абзац вот здесь вот для ассоциативного кольца а определение произведения линии а это сейчас не имеет значения да и вот это абзац имели ввиду да андрей ну да здесь просто упоминается про кольцо чтобы ну ладно я пытаюсь объяснить что такое интегрировал вернись на слайд пожалуйста и теперь вернись на вот эта деформация да вот это полином да да еще назад вот это фт есть ли вот фт у нас абза вот это абза плюс т f1 и так далее да вот этот полином вот это фт мы назвали one generated deformation да да следующая страница андрей вот вк в основном вк с этим умножением называется one parameter family of deformation а там есть f1 и f2 и так далее да и вот f1 взяли на differential или infinitesimal deformation теперь говорит вот этот f1 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 сама f1 назад теперь вернись вот это место ft если поставим f1 большой f1 ее можно представить как абза плюс c какой-нибудь другое фи 1 абза плюс ц квадрат фи 2 абза и так далее если да тогда f1 называется интегровал что если f1 можно представить типа убить 1 да типа вот такой сумме я так понял потому что там этот интегровал определение открой 5 открой 5 станции открой вот говорит если f1 need not to be differential or one parameter family of deformation то есть f1 необязательно бит one parameter formula of deformation если они являются one parameter family of deformation то мы называем ее интегровал а что такое one parameter formula of deformation это есть вот эта сумма то есть если вот это f1 можно представить как вот такая сумма абза плюс ц какой-то фи 1 плюс ц квадрат фи 2 и так далее то мы ее называем интегровал бит дарши изучать интеграобилити of F1. Если F1 интегрируемо, то это влечет бесконечную последовательность отношений, которые можно интерпретировать как установление препятствий к интегрированию F1. В социативном случае эти препятствия выводятся из F3. Если перезаписать F3 в таком виде, для неуравнодва снимает следующий вид. А если неуравнодва, тогда один-один, да? Понятно. А ноль-два-два-ноль? Где остается? Здесь есть еще ноль-два, да? И два-ноль. Это сокращается, что ли? Нет, по-моему. Ассоциативность? Ассоциативность, да. Это ассоциативность Каждый F1 какой-то фиксированный, да? Здесь участвуют разные F1, F2, F0, F2. А они сокращаются, наверное. А сокращаются или F0? А, F0 у нас просто умножение. Обычные умножения, да? Да, да. Нет, знаете что? F0 это умножение, но тут умножения нет у него. Почему? Потому что он говорит, вот, интеграбилития эквивалента на вот это четвертое равенство, да? И в частности, когда равно два, получается вот это, да? Но он говорит, когда ню равно один, что будет? Если начнем с ню равно один, если я не ошибаюсь, просто получаем F1, какой-то связь должно быть, потом вот здесь поставим F1 будет просто A1 или что-то сейчас, я не помню. А, нет, 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 нет. Так. Ну, потом поставим здесь 0, 1 и так далее, потом оно должно как-то сократиться. Сократиться должно. Поэтому ню равно единство надо сначала поставить и посмотреть, что там будет. Потом, когда ню равно два, чтобы сократить, использую то, что получено из ню равно один. Понятно? Да, понятно. Ню равно два, 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 ню равно нету, да? Да, 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 да. В следующих слайдах, были такие условия для лиевских, как антикоммутационные, похожие на это. А для S2, S0 такие вот разницы не работают? Может из-за этого они как бы сокращаются? Там алгебра лист, здесь ассоциативный. Да. Здесь ассоциативный, да. 0,2, когда? Да, 0,2, 2,0 они туда, да? Да. Вот это вам возмущает, да? Угу. Ну, значит, вот этот неправильно он поставил. Лямбда, мю, ну, как-то не очень понятно, действительно, да. А в статье так же, может, печатка? Не, в статье тоже так же, да. Типа двойка и там, и там участвует, что-то не очень хорошо, да. Так в статье же не так. Там строго лямбда и мю больше нуля, ну чё? Да, вот, поэтому. Что говорит в статье так же? Да, да, строго больше, да. А вот тогда другое дело, да. Ну, тогда 1,1, да, да. Тогда только 1,1, вот просто нету никакого. Ну, так, я думаю, непонятно. Так. Это, значит, часть с левой стороны является социалтором. Ух, не слеп, 1. И, соответственно, является элементом. Ну ладно, а давайте поймем, почему вот из третьего получается на четвертое. Ну, где осталось? Ну, где осталось? То есть в третьем там же лямбда и мю, а не нулю могут быть, да? Ммм. В третьем покажи. Вот. То есть в четвертое, третьего чем отличается? Что взяли кусок из третьего, где лямбда и мю 0, да? Угу. 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 И фактически этот кусок равен минус дельта f, да? Угу. Угу. Это дельта f не определял. Это что? Это в следующем слайде определяем дельта f. Угу. Вот. Дельта f1, а, б, с, на самом деле, дельта f, а, б, с, это… Да. Вот это сумма, которая исчезла гамма. То есть, собственно, отсюда вот минус-то важен, да? Ммм. Ммм. Может быть, да. То есть, где определение дельта f, ню? Это что? Тут только для ню равной единицы, да, виден? Да. Ну, наверное, для любого… Ню так и определяется для любого и. Ну, то есть, дельта f, ню определяется как? Вот вы берете третье. Из третьего берете кусок, где лямбда или ню равную нулю, перегоняете на другую сторону, да? Ммм. И когда передвинули на другую сторону, там будет с минусом. Ммм. И вот то, что там с минусом получилось, это типа дельта f, ню. Ммм. Поэтому, когда оно было с левой стороны, там не дельта f, ню, а минус дельта f, ню было. Ммм. Так? Да. А вообще, вот как в итоге дельта f, ню это конструируется? А, ну дельта f, ню это получается… Ну, дельта f, ню равно… Дельта f, ню это… Дельта f, ню – это тривийное отображение, да? Тривийное отображение, да. Тривийное отображение, да. Да, да, да. А, это для алгебры ЛИ, да. Для алгебры ЛИ. Для ассоциативных где было написано такое? Будет меньше. Будет меньше, 4 слагаемых. Да, вот этот. Да, ну ладно, все примерно понятно. Отдаленно. Это, именно если 0,2, 2,0 посмотрим мы, это получим. Это что получим? Это сейчас. Дельта 2? Да, да, дельта 2. Здесь, если мы рассмотрим, 0,2, 2,0, 2к цикл для ассоциативных выпалечек. Окей. То есть, тут главный момент это понять, что такое дельта. Как вот по произвольному отображению, по н-линейному отображению построить дельта, это отображение. Это же четкий алгоритм, да? Да, дельта отображение, какое что? Построили, например, здесь 3-линейное отображение, с 2-линейным отображением. С помощью 2-линейного отображения. Да, с помощью 2-линейного отображения. А вот если у тебя линейное отображение было, то как дельта от этого линейного отображения строится? Тогда здесь многообразие будет, да? Нет, так же типа дифференцирование будет. А, нет. Дельта от линейного отображения будет, да, если линейный. Дельта от 0-а. Ну, Аброш, знаешь, да, как дельта от линейного строится? Да, там внутренне дифференцирование получается. Ну, не внутренне дифференцирование, типа обобщенное. Ну, у тебя будет дельта от f, это билинейное отображение от x, y. Да. Равно, типа, f от x умножить на y, минус x на f от y. Так? Да, да, да. Ну, что там дальше? Так, ну, значит, для этого у нас выражение есть ассоциатор f1, ну, который является элементом z3, в то время как f1, это амином z2. Ну, здесь класс гомнологии этого элемента. Это первое препятствие к интегрированию f1. Если f1 интегрируем, вот этот класс гаётся на него. Класс гомнологии. Значит, ассоциатор f1 является квадратичным в f. Если ff и g лежат в z2, тогда три кодцепа fg определенным таким образом является элементом z3, расписанным в обык случае или произведения, определенного его, введенного, ну, предыдущей статьи, да, которую мы изучали в прошлых семинарах. Вот это, как бы, так, замечание. Дальше дело. Значит, коммутатор fg вот так определяется, да, для двух fg. fg. Ну, тут коммутатор, наверное, не сильно корректно говорит. Да, потому что там два линейных fg, а здесь уже три линейных. Ну, то есть, на самом деле, на самом деле, если, вот, если с базой Андрея, как бы, смотреть вот на эту ситуацию, тут можно говорить о коммутаторе, потому что, фактически, здесь сначала определили умножение f на g, а потом взяли коммутатор от этого умножения. Да, Андрей? Что-то, имеешь в виду, определили умножение, отложили. Ну, вот, если ты возьмешь первый и третий, или нет, или нет, возьмешь первый и второй, вот, помнишь, когда ты в своих консервативных алгебрах загоняешь вот эту ебалу там, n-линейное на m-линейное, когда умножается, вот это же оно, то есть, сначала определяешь умножение n-линейного на m-линейное, а потом берешь коммутатор от этого, фактически. То есть, вот, первые два члена, они очень похожи на вторые два. Да. Вот, фактически, ну, в консервативных алгебрах там есть такая конструкция, да, что ты берешь умножение n-линейного на n-линейное, и получаешь m плюс n минус 1-линейное. То есть, тут 2 плюс 2 минус 1 равно 3, получается. Ну да, это не столько консервативного алгебратности, то есть, это конструкция Кантера, там, Тицца, 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 Тицца 1, этого. Ну, в точке свиньи Кантера, да. Ну да, то есть, Кантер строит там эту гадуированную диалгебру и определяет в ней умножение разных мультилинейных отображений. Ну, я, по-моему, не уверен, насколько вот эта форма совпадает, стоит. Так, теперь же еще 4 месяца назад Мартин Бордман то, что это одно и то же, а ты до сих пор не разобрался одно и то же или нет. Ну, вот сейчас начинаю соображать, да, что-то похожее. Ну, лучше поздно, чем никогда. Но зато смотри, как все связано в этом мире, да. Какие-то там консервативные непонятные алгебры. И, вау, вот какая-то древняя статья Герсон Хаббера. Конструкция-то та же самая. Видишь, великие вещи, они связаны друг с другом. Даже если изначально не знаешь. Так, ну ладно, в общем, понятно. Тут у нас два бельменных умножения. Ну, трудно сказать, что умножается. В общем, считается произведение двух бельменных умножений. И получается трилинейное умножение. Вот. Ну, это как бы следующий уровень понимания. То есть, сначала ты понял, что такое векторное пространство. А потом уже следующий этаж, когда ты берешь два бельменных умножения на этом векторном пространстве и прочитаешь их произведение, получаешь какую-то новую конструкцию. Те, кто перешли на следующий этаж, хорошо. Кто не перешел, надо серьезно подумать. Что-то грустно, никто ничего не комментирует. Давай дальше, да. Ладно, давай кого-нибудь спросим, кто что понял. Кто еще молчал сегодня? Вон, Василий. Василий, ты что понял из последней конструкции? Ну, что это похоже на конструкцию Кантора Кёхи Ротица. Из типа 2 плюс 2 минус 1 получаем 3. Хорошо. 2 плюс 2 минус 1 это равно 3. Действительно верно. Ладно. Давай следующий слайд. У нас был как раз на середине презентации. Осталось полтора часа. 25 минус 1. Так, Господи. Раньше мы заканчивали в 6 по Ташкенту. Почему сократили? Сейчас в 6.30 уже и второй лей. Надо успеть до дома. Нет. Мы начали по Ташкенту во сколько? В 3.30? В 3.30. А? 6.30. А, начали? Начали в 3.30. Начали в 3.30. Да. Ну, давай, продолжим. Начали до 6.30 еще полтора часа. Ну, давай, продолжим. Ну, да, да. Ну, здесь, там у нас быстрее будет. Короче, ну, здесь замечание, ну, оно просто какая-то связь с аналитической теорией деформации, да. И, так сказать, что эта теория еще раньше возникла, там, в 58-м году. И, в общем, дается, конец его, деформация комплексных аналитических структур. Ну, там, довольно, там, открыл пост, там, то есть, там, сложно, то есть, понимание. В общем, связь есть. Ну, то есть, я, в общем, свою теорию, справа, упираясь, там, какие-то, там, предыдущие результаты. Я думаю, я вообще-то покущу. И дальше, здесь еще один пункт, который я смотрю, называется тривиальной деформацией. Значит, апериентрическое семейство деформаций ассоциативной алгебры, определенные, ну, и заданное название МЖТ, является тривиальным, если что-то невыразданное, не пингулярное, линейное отображение АКТ, ну, вообще, на пространстве ВК. Это синглан имеется в виду, и здесь не всегда ламанулю. То есть, не тождественное, равно нулю, это, и это функция. Ну, что такое, нон-сингулар? Что такое, нон-сингулар? Нет. Что такое, нон-сингулар? Нет. Ну, это определение, но он сейчас был. который имеет обратно 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 именно обратимое обратим ну и не то же самое, что автоматизм после автоматизма значит, ну такой формы где fgt это линейное отображение определенное это полем маленькой экран, и при этом должно появиться ну то есть у нас изначально была ассоциативная алгебра с умножением zt и она является реальным, и существуют вот такие вот обратимые положения в то большое, которые представляются в таком виде и начинаются по этому ходу кто-нибудь понял в первой половине слайда? правильный вопрос по людям поняли? ну, определяется fgt, такой c5 ну, как определяется fgt? ну, здесь определение, что такое тривиальное там умножение вот это же t в тривиальном существует такая формула форма линейное отображение кто-то написал вот так, что вроде много лишнего написано а чего сразу не написал, что существует автоморфизм в ВК зачем вот это вот non-singular linear mapping fi на VK 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 исходного да да то есть фактически он тут построил будет деформацию тождественного отображения на исходной алгебре так но типа он с помощью линейных отображения исходной алгебра построить отображение в века в деформации да ну да то есть если провести аналогию с деформациями алгебр да да тождественного отображения до типа вот и значит суть вот этого определения в чем вот деформация умножения будет тривиальный если она записывается через вот деформацию тождественного отображения до надо понять что на самом деле написано да вот то там у нас ну вот бутерберг чего понял с первой половины слайда стараемся понять сейчас я не понял андрей убери там что-либо вторую половину да вот так и зачерпи атом бесполезные не нужно только мешают понимание андрей убери там угу С кем работаем? Бутербек. У нас есть исходная алгебра. Это алгебра А. Мы строим ее деформацию. Это ЖТ, как вот раньше было. Теперь. Этих деформаций, их много может быть. Мы их разделим на два класса. Тривиальные деформации и нетривиальные. Тут дается определение, что такое тривиальная деформация. Тривиальная деформация, это если удовлетворяет условию 6. То есть, свое умножение ЖТ можно записать в виде вот таком. Фи минус первое. Вот эти фи большие. А здесь как строится? Это фи большое. А фи большое строится через 5. То есть, суть в чем? Если вот твоя деформация, которая билинейная, может быть записана вот в таком виде, 6, для каких-то линейных отображений, фи маленькая 1, фи маленькая 2 и так далее до бесконечности, то вот такая деформация будет тривиальной. Называется тривиальным, да? Называется тривиальным, да. То есть, это ЖТ должен удовлетворять условия 2, да? Ну, какое условие 2? Нет. Ну, суд, да, должен удовлетворять. ЖТ, да. И когда говоришь, что ЖТ это деформация, уже подразумевает, что тем условием удовлетворяет. Да. А вот другой вопрос. Если ты берешь какой-то набор фи маленьких и строишь фи большое по номеру 5, да? А потом строишь ЖТ через 6, то вот полученная ЖТ всегда будет деформацией? То есть, будет удовлетворять тем условиям из начала доклада? Получается, просто надо раскрыть, перемножить на ФИТ, потом обратный. Ну, когда ты обратно берешь, там, поленос сохранится, да? Это здесь ФИТ, ФИЖ призвольные здесь? Нет, что значит призвольные? То есть, ты хочешь понять, когда ЖТ будет тривиальным, или наоборот, ты по набору фи маленьких строишь ЖТ? Для призвольных ФИЖ, ЖТ будет ли тривиальным? Он говорит. То есть, призвольные фи, их фиксируешь, потом конструируешь формулу 6. Ты ее когда сконструировал, эту формулу 6? Здесь сначала берется маленький ФИЖ, правильно? Потом строится большой ФТ, правильно? Да. Потом построится ЖТ, и такие ЖТ называются привилки. То есть, это все зависит на это. Здесь это призвольные линии отображения? Да, призвольные линии отображения. Призвольные, только у нас большие ФИТ должны быть обратными. Да, только здесь обратными, да? Да. То есть, понятно. И дальше. Я понял, если имею в виду, что алгебра АТ с реальной деформацией изомостной алгебрии АК, которые тоже на произведении БАИ и поля К. Здесь, в общем, и из нового фильма, это, я на позади есть ли, отображение ФТ. Такое отображение... Это отображение ФТ. Если... ...пределено над кольцом степенных рядов Ф, является так же... Альгебра АТ, это новая альгебра, которая построена с помощью ЖТ, да? Ну, как я понял, да. Альгебра АТ, это элемент однотреометрического семейства деформаций. Ну, все тременно понятно, что такое замархизм. В общем, здесь такая, что... Альгебра АТ может быть записано в таком лице. Альгебра АТ, это дельта Фи-1. А дельта Фи-1 как определяется? А, то же самое, да? Ну, там... Да, там... Два линейных, три линейные мы получили. А здесь же Фи линейные же. А с Ж1 должно быть два линейные. В линейные. А с Ж1. Ну, как я каплю зиле, все это. А, то же самое. А с Ж1... А с Ж1. А с Ж2. Продолжение следует... 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 У тебя есть эквивалентность деформации, да? Угу. Дальше. Ну и семейство FTM является тригайном, а есть там эквивалентная деформация FTM, назову ЗМИ. Ну, тригайном был. Ну и здесь... Ну что, мы берем абзацы. Положим, что FTM – это физическое семейство деформации алгебры А, для которой все F1... Ну, F от F1 до FN – 1 равны нулю. Тогда следует... следует... С3, дата FN, должно быть она нулю. То есть, FN является элементом... ФМ. То, что я говорил. То есть, первый единилевой элемент будет принадлежить квадрату АА. Да. Если, более того, FN является элементом группы к границе B2. Так что, FN равно N минус диффенциал ФМ. Для них это ФМ. То есть, FN группы КЦПИ C1. А тогда... Полагая F5 на предстоящее ТНОТА, мы имеем... Ну, такое вот равенство. Ну, то есть, как я понял, это вот расписывание... из этого выражения. Так, H. Их... Вот, это равно... Включается, что вот эти... Ну, по словам, они не равны нулю. F1. Да, я понял, F1. И, получается, что F0... ФМ и ZT форму тоже вот попадают. Ну, и вот это, в общем, замечание мы сделаем для того, чтобы... Как я... Подпишем, да. Из этого следует вот следующий результат. Тривиальный, но он как бы фундаментальный. Значит, пусть Ft – это однофтическое семейство деформации алгебра А, тогда Ft – эквивалентное семейству ZT от АВ, записанному в таком виде, да, чтобы на предыдущем платье было, где первый не... Ну, не исчезающий, а КЦП, F1, является элементом Z2 и не... КГМОЛОГИЧЕСКИЙ НОЛЬ. Да, КГМОЛОГИЧЕСКИЙ РАВНО НОЛЬ. Что это, вот, интересно, КГМОЛОГИЧЕСКИЙ НОЛЬ? Это... Что значит? Ну, мне сложно сказать, что по многими мы с полками не разбирали. Вон, давайте уже рекомендационно не читаю этот слайд. Последние тексты. Ну, здесь еще из этого следует такой вывод, да, что если вот эти... АА равно ноли, да, КГМОЛОГИ, тогда алгебра является rigid. Но проблема в том, что я там не нашел даже какого-то нормального определения, что такое алгебра и rigid в этом элементе, да. довольно сложная штука, тоже там учится. Катомология определяется. Ну ладно. В общем, для любой, конечно, из этого следующего, для любой, конечно, нервный сепарабельный полупростой алгебры А и двустороннего модуля А, двустороннего А модуля П. Известно, что экогмология Hn Аp равна нулю. Из этого следует, в частности, что конечные нервные сепарабельные полупростые алгебры играть алгебрами rigid. Когда алгебрическое семейство структурных константов, введенное как полиметрическое семейство для конечных нервных алкебр, тогда каждая rigid-алгебра определяет компоненту этого множества. Ну и автор надеется, что это поможет в классификации этих rigid-алгебр. Так, ну в общем, что такое rigid-алгебра? Можешь объяснить людям? Не могу. Я искал определение, он в интернете не нашел. Ну как, в 1964 году где написано, там что-то же ссылается он для как. Просто так написано. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редит, Редит, да. Редит, да. Редит, да. Редит, да. Редит, да. Редит, да. Вот к этому математике есть определение, что такое регистриция. И определение довольно абстрактивное. А это вообще не то. Да, это вообще не то. Я думаю, что какая-то связь должна быть, наверное. Ну ладно, сейчас не надо это открыть в Википедии. Ну все-таки жаль, что в последний момент не смогли. Вот это корролы, это самое важное было. Но хорошо было бы, сейчас мы поняли. Вот это про позиции и корролы. А сейчас не поняли. Просто это корролы раньше тоже слышали. Знаем. Ну, как доказывается, не знали раньше тоже. И сейчас тоже не можем. Было бы хорошо, сейчас мы поняли, почему это так именно. Ну да, в общем. Если h2 равно 0, тогда мы не можем найти какой-то... Здесь tn степень f1, да? То есть здесь все будет 0, да? Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Откуда вообще известно, что все когомологии будут нулевые? Это для полипростой аргебры A и модуля P, да? Ну да, да. Там есть только или нет статей? Потому что HNAP равна 0, сколько есть? Вроде нет, но нет. Там просто semi-simple-algebra или semi-simple-de-algebra? Просто, ну, все как есть, да. Симпло-аллебра, да? Симпло-ассоциативное, понятно. Ну, то есть кому-то понятно, а кто-то не написал. Ну, вообще, как бы, вот, Андрей, если ты результат знаешь, тогда можешь писать. И ты знал это. Если ты вообще не знаешь, что это результат, ну, надо же говорить, откуда он взялся-то. А то вот ты написал вот результат и спросил вот из текущих 14 участников, кто вообще вот, во-первых, знал, что этот результат существует, во-вторых, может сказать где-то. Я думаю, 10 человек вообще в первый раз видят этот результат. Поэтому как-то легкомысленно было заявить, и ты знал он за это. Ну, это Герстенхаберу, да, и ты знал он за это. А вот с обычным посетителем. Ну, ладно, давай проведем опрос. Так, вот, Жубир, ты знаешь вот эту теорему, которая под следствием 2 написана? Это король 2, да? В последствии 2 теорема, что все когомологии для полупростой конечномерной, это ноль. Да, 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 это теорема, вторая теорема Вайтхеда. А это какие алгебры? Для полупростой ли алгебры. Ну, так у нас-то ассоциативные алгебры же, а не ли. Да, про ассоциативные алгебры я не слышал, но про ли я раньше тоже читал такие факты, потому что мы тоже почитали немножко такую вещь раньше. Это, 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 это результат называется 2 лимба Вайтхеда. Вот для алгебры. Так вот, Кения, слышала про такой результат? Мне кажется, это сильно похоже на то, что у меня происходило в прошлой статье. У меня там было следствие, что... Ну, про то, что они нулевые, у меня, по-моему, не было такого следствия. Он там, правда, исследовал когомологии для ассоциативных алгебр. Говорил, что они модули над лимым кольцом, это я помню, а вот то, что они нулевые, не было. Так что для ассоциативных я не знаю такого. Я слышал алгебры ли. Азамат? Первый раз. Нет, тут все для меня не знакомо. Когомология даже первый раз. Нет, ну как гомология в прошлый раз был. А широта? Да, да. Я тоже это не видела раньше. У нас такой курс нет университета. Так что вот, Андрей, ты легкомысленно сказал, что это знал Z. Ну, не знает, в общем. Откуда это взялось-то? Ссылка есть? Нет. Ссылки нет там и написано. Ссылка нет. Ну вот, в общем, да. Ну ладно, выключай запись. Ссылка зовут в л美-фент 2002. Они